Заявление подать Здравствуйте, нам нужен начальник ваш По поводу? Мы хотели ознакомиться с материалами дела Прокуратура присылала вам письмо о том, чтобы устранить замечание И дать нам дело на ознакомление Не ограничивать нас в количестве информации, полученной из этого дела У начальника есть определенные часы приема Вот посмотрите, у вас есть пабличка Я говорю, начальника просто позовите, мы с ним этот вопрос решим Прямо еще раз повторяю, у начальника есть... Мне повторять не надо Я говорю, начальника позовите Буду я звать начальника Почему? Потому что у него есть определенные дни для приема населения Нас не надо принимать, мы не по какой-то беседе Мы по жалобе, которую прокуратура сюда вам направила Можете ознакомиться Ознакомьтесь, пожалуйста Прокуратура направлена, значит мы разбираемся Так не надо разбираться, надо выполнять уже Разбираний уже было много, достаточно Уже выполняет, раз начальник получил данное заявление Я расписал его конкретному сотруднику Вы со мной будете пререкаться или все-таки вы сделаете то, что вас просят? А что вы делаете? Не надо говорить начальника позовите Вы неуполномоченный решать данный вопрос Я уполномоченный решать, я дежурный Что вы? Я оперативный дежурный Как вас зовут? Медведев или как? Блохо видно на красном, черное Константин Валентинович Константин Валентинович, давайте мы все-таки будем решать вопрос начальникам В определенное время, вот посмотрите график приема Это если начальник так решит, то так и будет Еще раз говорю, начальника позовите Еще раз говорю, начальника звать не буду Почему? Потому что у начальника есть определенные дни приема населения Да это он сам решает, вы что за него как нянька что ли беспокоились? Для этого график и создается Я говорю, беспокойся за него что ли или что? Я выполняю свои служебные обязанности Свои служебные обязанности выполнить то, что тебе говорят И позвать начальника Костя, открой нам пожалуйста барабан Костя, ну давай уже, не тупи Я вам не Костя, не туплю здесь Так тогда выполни свое прямое предназначение, почему ты здесь сидишь Заявление какое-то хотите подать, подавайте Мы все сделаем, сейчас заявление на вас подадим Подавайте Сначала ты начальника позови Начальника я звать не буду Хорошо, пиши жалобу на себя Сделаем еще одно заявление в прокуратуру Будем вас привлекать На себя я жалобу не собираюсь Не собираюсь, вот ты молодец Ты просто сейчас красавчик Красавчик, да Красавчик, тогда позови тот, кто напишет на тебя Ты обязан принять заявление, в том числе на себя Лично, сам на себя оформить Нет, не обязан Вот поэтому и начальника нужно, чтобы пристыдить в его глазах тебя Ну что, ты отказываешься принимать заявление, что ли, или что, в чем проблема? Сейчас заявление, покажите Сейчас будешь устно этого писать Это устное обращение Приказ МВД номер 736 Я думаю, ты знаешь его Если не знаешь, то все будете образовывать Костенька Что за чепуха тут, я не могу, происходит Все, сразу начинаем комментировать, консультироваться по телефону Это у тебя проблемы, Константин Наконец-то хоть решать что-то начал Сидит, что-то указывает У нас непосредственно с начальником, как его зовут, сейчас я вам скажу Включите громкую связь, чтобы вы меня слышали, я вас слышал Бухаров Дмитрий Палович, его позовите, пожалуйста У него сегодня выходной Хорошо, кто за него? Я просто говорю, что человек, который решал себе вопрос Давно еще решался, до того, как мы обратились в прокуратуру Это длится очень долго Поэтому не надо нам требовать, чтобы мы написали заявление на ознакомление Еще что-то подождали Все сроки вышли, все сроки вышли Ни один месяц, ни 30 дней, больше Константин, я вас не слышу, включите звук, я вас не слышу Сейчас подойдет ответственный по отделу Вот, почему сразу нельзя было так сделать? Потому что вы хотели начальника Ну, я говорю, старшего позовите, который будет решать данный вопрос Они со мной привлекаться Я хочу видеть начальника Ну, я вам сказал, какую фамилию конкретно, кого я хочу видеть Вот сейчас я вам сказал, что вот с этим вопросом, с этим человеком решался вопрос Ну, Бухарова нету сегодня, у него выхода Ну, ради бога, нету Он тогда стоял при, так же, дежурном И притворялся о том, что его нету Это на видео все зафиксировано, посмотрите Подойдет ответственный по отделу, ожидайте, давай Хорошо, ожидаем Сколько примерно ожидать? Константин, сколько ожидать? Не обозначили примерно? Ждайте сейчас, как освободиться, так и подойдет Вы знаете, что ожидание, вот это называется издевательство У вас есть определенный регламент Времени обслуживания клиентов, так называемых Посетителей 15 минут, максимум 15 минут Константин Не 2 часа, 15 минут Слышишь меня? Нет? Тебе обозначил начальник, когда он подойдет? Да или нет? Не обозначил, уточните у него Граждане должны знать, сколько ждать Час или два, мы тоже заняты Тоже есть определенные дела Уважение прияви Я говорю, я устные обращения подаю Устные обращения, жалобу на тебя лично Как ты со мной общаешься? Все зафиксировано Это я сейчас объясню Вы зафиксируете Объясняй Объясняй, во-первых, не на ты со мной разговаривать Я с тобой как угодно могу обращаться Мне закон не запрещает А тебе законополиция обязывает на вы обращаться Ты в курсе, нет? Я говорю, в курсе или нет? В чем ваша жалоба? Я сейчас поясню Ручку, листочек бери или печатай Я запоминаю А, ты запоминаешь? Ты уже сказал, что ты не будешь принимать у меня заявление Суть проблемы Суть проблемы, что ты хамишь Обращайся на ты Отказывайся пригласить начальника Слушайте, это я Ваши дамы, как? Мамай Владимир Владимирович Костя, нажми, пожалуйста Надеюсь, ты не будешь я здесь Принимать у меня жалобу Как в отделе полиции номер один Два с половиной часа Что еще разу? Здравствуйте, меня Дам просто паспорт, чтобы мне не озвучивать Здесь персональные данные Так будет правильнее Покажите мне Да, давайте, конечно Да нет, нет Проживаете по месту регистрации? Да Телефончик контактный 921-661 Путь обращения Жалоба на вас Какие ваши там данные? Медведев, Константин Валентинович Ну там данные ваши Укажите, какие там В чем именно жалоба? В отказе Принятие заявления В отказе Пригласить старшего С которым можно решить вопрос Конфликтный Занимаются пинательством Просто вот издеваются над людьми Можно вас попросить Звук убрать на мониторе Мы с вами общаемся Константин А? Кто-нибудь слушает монитор? Монитор вы слушаете? Музыка какая-то Да, слушайте вам это Вот просто мне мешает Общаться вот этот звук Нет, я своим занят Да Вам мешает это В смысле вам нужен звук с монитора? Нет Нет Вот все, кто присутствуют Против нахождения здесь звука Постороннего Выключите, пожалуйста, звук Или сделайте потише Так, чтобы не мешало разговору Константин Там непробиваемое стекло Пробиваемое Я его пробью Константин Ты здесь последний день работаешь Услышал меня? Нет Твой коллега лысый Который не представился Уже не работает Ты следующий Секретовича знаешь такого? Нет Точнее Фекретовича Вот ты будешь такой же Звук выключите, говорят Хамло Костя, открой, пожалуйста Костя У тебя, может, волшебное слово Косте надо говорить Костя, сделай звук потише Я не хочу на прием к начальнику Костя, не надо искажать Я хочу, чтобы решился вопрос С тем человеком Который уполномочен Решать определенные вопросы Представьтесь Можно попросить, чтобы мне не орать Сделать звук потише Либо выключить Я попросил, обратился Он специально включил звук Чтобы мы нормально общались В идеале, если вы к нам выйдете Мы пройдем где-нибудь Сядем и нормально побеседуем Мы вам покажем документы У нас много документов Спасибо большое Чтобы вот это вот не надо Через это бронестекло И тому подобное Нормально пообщаться Не первый раз мы вам сюда приходим А Константин здесь работать не должен Вы должны написать рапорт О том, что он не исполняет закон о полиции Не принимает заявления сам на себя В частности, жалобу Константин Услышал меня? Нет? Я был бы принятый Сейчас он талончик дал Хорошо Потом зачитаю Подросив меня, знакомишь С содержанием этой жалобы Уже написано Как быстро все они написали Я еще даже не продиктовал Так, это талон А мне нужно само содержание Где я напишу С моих слов записано верно Мною прочитано Это называется Протокол принятия устного обращения Это сейчас У меня уже талон выдают А можно ручку тогда? Откройте, пожалуйста, где заплатят Под последний талон Дайте вам что сейчас Нет тут ручки Можете выключить камеру Пройти ко мне в кабинет И включить так, без проблем С разрешения руководителя Возможно В отделе полиции Мы с вами только что беседовали Сказали, мы до кабинета пройдем Вы нам разрешите Все как положено Хорошо Можете проводить Видеофиксацию Только для обжалования Моих действий Либо бездействий Выкладывать в соцсети Я вам свое разрешение не даю Давайте я вас послушал Зафиксировал На аудио В том числе, я так понимаю На видео Раз оно ведется Давайте Можно так сделать Чтобы мы могли Более комфортно Ну давайте У меня не комфортно Не, не Я имею в виду комфортно Чтобы всем было И вами и мне В городе Луманске Имеется очень много Пострадавших От действий Некого мошенника Который выдает себя За мастера по ремонту Холодильников Иной бытовой Крупной техники Он приезжает На квартиру К клиентам Так называемым Снимает какую-то Дорогостоящую запчасть Под предлогом Якобы она неисправна Либо возможно Неисправна Проверить Диагностику Диагностику Сделать И тому подобное Вот Соответственно И с этим Деталью пропадает Потом Начинает вымогать Деньги За якобы То Что он провел Как он Или там Кто-то другой Совершили Какие-то Ремонтные действия Которые у него Не заказывали И соответственно Если люди Отказываются Возвращать деньги Пропадает Все Нет Сотрудники полиции Не усмаривают В этих действиях Мошенничество Почему? Потому что Слово Что якобы Есть какой-то Устный договор Гражданско-правового характера Устный Понимаете? Но это Отдельная история Соответственно Мы хотим Тогда Раз это Гражданско-правовые отношения Установить Этого человека Его персональные данные И обратиться В суд В порядке Гражданского судопроизводства Чтобы взыскать Все вот эти Убытки Которые он причинил Моральный вред И так далее В рамках Закона о защите Прав потребителей Что это у нас Такие отношения Заказчик Клиент Потребитель Исполнитель Соответственно Хотим ознакомиться С материалами проверки Потому что Он давал объяснение Все в материалах Дело это зафиксировано Соответственно Мы Как положено Обратились Написали заявление Прошу ознакомиться С материалами проверки Долгая эпопея шла Также мы сюда Лично приходили Беседовали Под видеозапись С вашим Начальником Бухаров Он нам Он нам Много чего Пообещал Приходите Все нормально Без проблем Пришли И начинается Самое главное Ради чего Мы приходим Чтобы получить Персональные данные Ну я эмоционально Может быть Меня вот Ваш коллега Немножко возбудил Да понимаете Нам нужны Вот эти персональные данные Чтобы в исковом заявлении Указать Потому что Есть определенные требования 131 132 Статья Гражданский Кодекса Требует Определенные данные Указать в исковом заявлении То есть Это номер паспорта Ну те данные Которые С него взяли С момента Когда брали объяснение Потому что Он нам Отказывается Предоставить Эти данные Это мы только Там Скажем так Через определенные пути Узнали Как его зовут Фамилия Имя Отчество У нас Ну целое Расследование Уже проведено Где предположительно Он работает Он себе выдает За самозанятого Ну Он не указывает Ничего То есть Вот инкогнито Пользуется доверчивостью Людей Проникает в квартиру Снимает Добростоящую запчасть И вымогает деньги Сотрудники полиции Не усварят В этом Ничего Преступного То есть Это нормально То есть У нас так должно быть Причем Пострадавших Не один человек А много Поэтому Будет много Исковых заявлений Естественно Там я подниму вопрос О вынесении Частного определения Все таки Суд Вынес частное определение И усмотрел В действиях Данного гражданина Признаки Состава преступления А именно Мошенничество Потому что Он обманным путем Изымает Присваивает себе Чужое имущество Там еще элементы Вымогательства Что если вы не вернете То я там вам не верну Там Ну поломаю Там Впрочем Ну то есть Все Утрата имущества Здесь На мой взгляд Однозначное Мошенничество есть Потому что Он эти действия Совершает Не с целью Починить Допустим Холодильник Стиральную машину И тому подобное А с целью Вымогания денег С целью Снятия запчасти Которую он не ремонтирует Молодой парнишка Который явно Не соображает Вообще В этих моментах Он говорит о том Что вот Я сдал там туда-то В такую-то мастерскую Там туда-то Ну этих парнишек Я знаю Там на Егорова 14 Их набирают Набирают По объявлению Совета Они приходят И их первым делом Три дня Обучают Как обманывать людей Их не учат Как ремонтировать Холодильники Их учат Как обманывать людей Как войти в доверие Как с ними общаться И так далее И так далее Как что нужно говорить Какую запчасть Нужно снять Как создавать Видимости ремонта И тому подобное Это информация Открытая Понимаете Вы можете допросить Всех пострадавших Одна и та же история Будет рассказываться О том что приходит Снимает деталь Пропадает Вымогает деньги Деньги не платят Хорошо Даже если деньги платят Приезжает Ставит запчасть За сумасшедшие деньги И потом Через день Через два Эта запчасть Опять ломается Ну техника неисправна Ну то есть Ничего Никакие работы Не делается То есть он И даже снимая Запчасть Он 100% Он снимает Заведомо Исправную запчасть Просто он это делает Для того чтобы Человек не мог Дальше обратиться К другому мастеру Подчинить Понимаете Потому что если у холодильника Забирать самую главную Плату управления Все это Это груз Это металл Скажите Вы Я так поняла Уже обращались Мы обращались сюда У нас Есть постановление Об отказе Все есть Просто суть вы поняли Дальше можно не рассказывать Сейчас уже детально Да Все Вот Анна будет дальше Показывать документы И все остальное УСП Вот здесь вот Можно в последнем Ответе прокуратуры Найти Сейчас Заявление Заявление Писалось от вашего имени Да От моего На сайт Электронный Вы можете Проводить Видеосъемку Меня Для Обжалования Моих действий Либо и без действий Выкладывать Соцсети Я вам разрешение Напомните Как вас зовут Я забыл Меня зовут Панфилова Вера Михайловна Заместитель Нечельника Следствия Дело полиции Номер 3 Вера Михайловна Правильно Да Вера Михайловна Давайте мы решим Тот вопрос По которому мы пришли А если у вас Потом возникнут Какие-то конкретные Претензии Ко мне лично Да Вы мне их предъявите В порядке Гражданского судопроизводства Если вы посчитаете Что мои какие-то действия Вам Какие-то моральные вреды Прочинил Ущерб Тому подобной Репутации Я вас услышал Я вас услышал Вопрос о том Уже воспользуюсь Я вашим Советом Просьбой Рекомендацией Это уже второй вопрос Не будем отвлекаться От того Для чего мы сюда пришли Можно я прочитаю Да Вы сами отвлеклись Это с прокуратуры Последняя А вот Какое было принято Это решение По вашему заявлению По моему заявлению Было принят Отказ Который мы нашли Только В проверке Прокурорской проверке Мы за этим отказом От возбуждения уголовного дела Бегали по прокуратуре Сюда приходили Неоднократно На сайт писали В ВВД И обращались В электроны Ну то есть Все переписки У меня сохранены Там мы первый раз Увидели отказ Я не усматриваю Здесь признаки Гражданско-правовых отношений Это чистое мошенничество Изъятие чужого имущества И требования денег Якобы за какой-то ремонт Которые человек не делал Если он себя позиционирует Как самозанятый То он не имеет права Поручать выполнение Вот этих работ кому-либо Он должен выполнять это лично Это и статус следует Самозанятого Вообще тут не вижу проблем Вы хотите ознакомиться С материалами проверки Вы пишите заявление Его регистрируем Все это сделано Уже подано А вам ответ дали? Дали Нет, не дали Не дали Об этом, о том, что нам не дали Мы написали в прокуратуру Прокуратура нам ответила Что да, действительно Есть нарушение Придите, ознакомьтесь лично Вот мы пришли Ну, к сожалению Просто материалы Находятся в архиве Архив уже ушел домой А как в архиве? Если это дело Данный материал проверки Вынесено постановление Об отказе в возбуждении Уголовного дела После того, как прокуратура Ознакомляется И говорит, что да Все законно обосновано Оно идет в архив Нет, потом недавно Вам направляли с прокуратуры От Давайте я поясню Значит, смотрите С момента Как Анне Было подано заявление Об ознакомлении С материалами проверки Эти материалы проверки Должны быть Истребованы Из, как вы говорите Из архива И ждать нас Более того Анна буквально Недавно Приходила Не хочу Не кричит Ну давайте Я буду так общаться Как считаю нужным Я Так, манера Моя общения такая Уверенная Громкая Вот такая Какая есть Поэтому не надо Меня перебивать Сбивать с мысли Я не перебиваю Ну пожалуйста Тогда просто слушайте То что я говорю Иначе Не сконцентрируюсь На мысли Хорошо Ну вот сбили Ну смотрите Возвращаясь обратно Значит Нам Было подано заявление Материалы Должны нас ждать Более того Мы недавно Приходили И физически Щупали Эти материалы Дело Даже начали Ознакомливаться Но Вот этот вот Начальник Который нам Пообещал Сказал Приходите Вот телефон Нам оставил Все Как его зовут Сейчас по его Бухаров Дмитрий Павлович Бухаров Дмитрий Павлович Дмитрий Павлович Вот Бухаров Дмитрий Павлович Я надеюсь Услышит себя И люди оценят то Что Он делает Сначала обещает А потом обещание Не сдержит Так вот Мы пришли К нему Он лично Я так понимаю Да Присутствовал Достал материалы Дело Анна попыталась Ознакомиться И он стал ей Препятствовать В ознакомлении Ну он вынес Копию отказа И все Сказал что Больше ничего нету Копию отказа От возбуждения Уголовного дела Он даже материал Он мне сказал Что у меня Больше ничего нету Понимаете Вот больше ничего нету Все чтобы вы не запрашивали У меня только Вот отказ От возбуждения Уголовного дела То есть материал Находится Нужно найти Где материал Либо в архиве Либо в прокуратуре Мы были в прокуратуре В прокуратуре Свой материал Мы его отфоткали У них свой материал По вашей жалобе Когда они рассматривают Вашу жалобу И на Жалобу Якобы незаконного Не скажите Мы будем заниматься Поиском этого материала Переводить нас в заблуждение Нет Сегодня точно нет Потому что Архивариус уже ушел И я к сожалению Вам ничем помочь не могу Если вы подойдете В понедельник Смотрите Давайте так Давайте так Подождите Давайте так Без вот этих вот Очередной подойдете Не подойдете Вот Бухаров Еще раз Как его зовут Дмитрий Павлович Я вот публично говорю Что он балабол Вот Как вас зовут Меня Вера Михайловна Вера Михайловна Подождите Вера Михайловна Вот давайте Если вы не исполните Свое обязательство Да Что мы подойдем В понедельник Ознакомимся Все То я публично скажу Что вы так же Станете балабол Вы можете говорить Все что угодно Тогда не надо нам Вот это вот говорить Придите сюда Воспор Так вы меня перебили Да потому что Не надо нас гонять По кабинетам Как в свое время Наш президент сказал Замучитесь пыль глотать Не надо с гражданами Так общаться Вы правильно заметили Нет никаких сложностей Ознакомиться С материалами дела Заявление было подано Скоро два месяца Как тому назад На ознакомление С материалами проверки У меня двое несовершеннолетних детей Я не могу подать Суд на человека Который меня лишил Возможности Кормить своих детей Анна вынуждена Продукты хранить За окном Когда вы подавали заявление На ознакомление С материалами проверки Найдите Кто не отработал Это заявление Наказать надо Наказать публично Я приду Зафиксирую И расскажете Кого наказали За это бездействие У вас Когда вот такая Ситуация происходит Вы наказываете Своих подчиненных Почему они себя Так нагло ведут Если какое-то Имеется нарушение Естественно Проводится Служебная проверка Но это чем-то Проверка заканчивается Или нет Естественно Сотрудники полиции Имеют наказание Как вы считаете Сотрудник полиции А именно дежурный Имеет право Сказать Под видеозапись В наглую В открытую Я не буду принимать От вас заявление Нет Не имеет Не имеет Он должен понести Ответственность За такие слова Естественно Естественно Вот я надеюсь Что вы Все таки Отработаете Мою жалобу Которую я сейчас Отдельно вам Объяснение подам По данному Константину Который себя Изначально Начал вести По хамски Видеоматериал Я предоставлю Где он сказал Данную фразу Где он перешел На общение Со мной на ты Я с ним Достаточно вежливо И корректно общался До определенного момента Вот Константин Он должен быть уволен Не просто Дисциплинарка Уволен В этот же день Да В этот же день С подписью Сканом На официальный сайт УМВД Ответ естественно Не пришел Потому что Данное Обращение Рассматривается В течение 30 суток Я узнаю Где ваш Материал Проверки Если находится Он В отделе полиции Я вам позвоню Что приглашу Вас на ознакомление В понедельник Если он будет Находиться В прокуратуре Я вам позвоню Сообщу Что он находится В прокуратуре Мы съездим Заберем И вас ознакомим Запишите Номер телефона Номер телефона Естественно Просто Тот Балабол Также записывал Мой номер телефона И номер телефона Анны Точно так же Пообещал нам Перезвонить Все это Под видеозапись И не перезвонил Балабол Это кто? Это Бухаров Он точно так же Красиво С нами Вежливо Культурно Разговаривал Записал Телефончики Сказал Перезвонить Все Вот это Все Понимаете? Я не хочу Даже Назвать его Фамилию Я не научусь Я буду Назвать его Просто Балабол Ваш номер? Мамаев Владимир Владимирович Номер телефона Номер телефона Номер телефона 921 6-6-1 921 6-6-1 1 Мамаев Владимир Владимирович Мы в любом случае Будем ждать Звонка До 12 В любом случае Если он в архиве Значит в архиве Если он куда-то уходил В прокуратуру Значит будет отметка Стоять что в прокуратуре Если он возвращался Тоже будет отметка Стоять Если его кто-то Бухаров Либо другой Любой начальник У нас все это Отметки имеются То есть У архивариуса Я узнаю где ваш материал И вам в любом случае Позвоню До 12 часов В случае Если вы не позвоните Куда Что делать? Я позвоню Давайте лучше Вот ваш может быть Стационарный номер Можете У вас суток записать Сложности вашей жизни Мы знаем Наша служба Опасна и трудна Это все понятно Вера Михайловна Вера Михайловна Вам спасибо За надежду Что надеюсь Через два с лишним месяца Мы получим персональные данные Я надеюсь вам поможем Я тоже на это сильно надеюсь И все таки Я хочу довести дело До логического конца Может быть Это конечно будет Не увольнение Для того дежурного Но он должен понести Административное наказание Рапорт будет написан Для проведения Служебной проверки Вы можете обжаловать Его действия Либо бездействия В консультациях Разъяснениях Не нуждаюсь Сам их оказываю На платной основе Пообещали вас наказать Я прослежу за этим Окей Ну а признаете вину Нет Под видеозапись Давайте Признаете Готовы извиниться За отказ принятия заявления За обращение на ты За пререкание со мной За отказ вызвать начальника Изначально Признаете вину Да или нет Признание вины Смягчает наказание Признание вины Смягчает наказание Сделайте погромче Я вас слышал Я себя ни в чем виновным Не считаю Не считаете Да То есть так же и будете Продолжать служить Да Точнее работать Как вы это обычно говорите Результаты служебной проверки Покажут Кто прав Кто виноват Покажут А я вас покажу Смотрите обязательно Как вы себя вели По-хамски И делайте оценку Особенно почитайте Комментарии Что напишут люди Под тем Как вы себя вели Всего хорошего Не хворайте Сидит Барундучок Щечки надул Обидели бедного Несчастного Служаку Да это кошмар какой-то Это просто какой-то кошмар Вот вы знаете Пока до начальника не дойдешь Вот это наверное Какой-то естественный отбор Да